Ну что, я рожала. Схватки у меня были недолгими. Они у меня начались в 2 часа ночи. Была первая, в 3 часа ночи вторая. Потом каждые 10-15 минут. Потом я полчаса поспала. Потом у меня началась очень сильная схватка. Пошла кровь и мы сразу поехали поить. И нам сказали, что у меня уже 3-7-8 сантиметров. Так что мы уже здесь будем рожать. Не, ну пошла кровь, это потому что от топона отошел. Да, сказали, что отошла пробка. Пробка. Но я очень испугалась. Покажи, как у кого-то тушили сейчас. Там мой душ. Можешь свет включить. Сейчас я рады. Идем включаться. Он должен быть с массажем, кстати. Да, с массажем. Будешь тут кайфовать. Стульчик я специальный покажу. Это для рода. Еще лесенка вот такая есть. А вот сердечко бьет. Как он называется? Монитор? Мониторинг. Мониторинг, это который измеряет схватки, да? Да. Я, в принципе, хорошо. У меня только было вот это, когда кровь пошла, сильная схватка. Я прям аж заплакала. Но вообще, как бы, терпеть можно. Как сильная месячная. Угу. Дальше меня спрашивают, были вставить эпидурай. Я говорю, что нет. Не знаю. Газом подышишь, да? Да. Хочу подышать этим оксионитросом. Как оксид азота здесь дает. Попробуй. Боже, не снимай меня так близко. Наверное, там страшно. Нет, нормально. Сейчас сижу такая спокойная вообще. Тебе уже, ну ты же газом еще не дышала. Все, все, что я думала, как будут проходить мои роды, происходит все наоборот. Я думала, что я роджу раньше срока. Не тут-то было. Сегодня сорок недель и пять дней после вечера. Мне кажется, что это какая-то временная палата. Хотя сказали, что здесь тоже можно рожать. Не временная. Сказали, это твоя палата. Да. Мы сказали, моя, но типа потом мы ее в родильную отвезли. Не, ну рожать, наверное, в родильную. А это твоя палата. А я себе вот эта кровать, она... А, тоже предназначена. Она сказала, она складывается каким-то образом. Угу. Если будет приятно. Ну, ты реши сначала, будешь ты ей по дуралку ставить или нет? Я по дуралку ставить. А потом смотри, чтоб больно сильно не было, если ты ее не поставишь. Вообще, мы рожаем. Ну, тогда что, увидим тебя уже с ребенком на руках. Посмотрим. Может, еще что-то поснимаем. Да. Я снимать не буду, когда ты будешь рожать. А почему? Ну, я больше чем уверен, что я буду там стоять за дверью. Понимаешь. Чтобы мне не поплохело. Приехали мы, кстати, без чемодана, только с одной сумочкой. И, как я и говорила, что тут все дают, в принципе, за нас дотя. Угу. Бьется сердечко. Какие у тебя ощущения? У меня, ну, сначала нервничал немножко. А сейчас все уже успокоился. Ну, я вижу, что ты нормально. Там та кровь, что была, то сказали, что пробка отошла. Ну, и все как бы, значит, все нормально. Так тем более нам еще как-то пофортило. То есть не нужно идти домой, возвращаться. Ну, здесь, получается, ты остаться в больнице можешь только когда уже схватки каждые пять минут. А если они не каждые пять минут, то тебя отправляют домой. И нужно ждать. А мы приехали, и у Насти, получается, уже семь сантиметров открытия, да? Семь-восемь. Семь-восемь. Вроде показывают. Вот это схватки. Вот. Раз, два и три. Ну, если так по расстоянию смотреть, то вроде регулярно. Да. Там нужно просто ближе посмотреть время и все. Ну, что? Да. Да, но схватки уже болючие такие прям. Не знаю. Ну, давай я сейчас тогда спрошу, и если что пойду с Соней погуляй. Чемодан тебе привезу. Подключись. Мне принесли грелочку на живот. Вот сюда положили так хорошо. На низ живота. Вообще так расслабляет. Стульчик подняли, чтобы у меня ножки отдыхали. А я так и сижу здесь в полумраке. Жду Сережу. У нас уже второй этап. Я наконец-то встала с этого кресла, на котором я просидела. Покажи кресло это. Кстати, да. Кресло. Это Настина кровать. Это Настина кресло. А мне вот тут два дня сидеть. Нет. Тебе кресло. Какое кресло? Так ты там сидишь, это для беременных? Не для меня. Не, но я же могу лечь. Ага. Это кресло для тебя. Просто сейчас я там сидела, мне же делали этот мониторинг. Но это для тебя. Да? Да. Будешь там сидеть, если что. Угу. В общем, я сидела на этом кресле, не знаю, сколько часа три, наверное. У меня на нем так хорошо сиделось. У меня вот новенькую грелку принесли. Это уже вторая. Что-то на низ положить, чтоб чуть-чуть легче было. Реально очень приятно. Я еще дома в грелку ходила, но я не знала, можно ли наперед положить. Я знала, что можно на спину. Теперь я не знала, наверное. Уже вторую принесли. Принесли мне мяч, уговаривали меня встать. Три часа. Она говорит, хочешь походить, хочешь походить, что тебе принести? Хочешь мячик? Хочешь что? Не-не, я сижу, я сижу. Я сидела на кресле. Нормально. Хорошо, что он, кстати, в чехле. Да? Да, она принесла одевать чехол. Я так прям... Ну, потому что странно, вот меня сюда впустили, как бы мне даже эти пакетики на обувь не дали. Да, Сережа вон в обычной одежде. Хотя они пакетики вон лежат вон в туалет, но они ничего не сказали одевать их, не одевать. Но я когда уже здесь натоптал... Такие яблочные обуви было. Ну, да. А то что их уже одевать? Ну, зато есть, там спирт есть, чтобы руки дезинфицировали. Да, она прям на входе в палату. Сережа уже привез на чемодан. Угу. Смотался уже домой. Ну, все у меня сладко. Ты все это время снимал? Ну, да. Чтобы показать, как у тебя схватки проходят. Спокойно. Смотался. Пока. Знаешь, что я только что вспомнила? Что? Что говорят, что, как бы, когда роды, нельзя сидеть жестко. То есть можно сидеть на мяче, на вот таком стульчике, как там в ванной стоит. А на таком нельзя, на котором ты сидел? Я смотрела разные там передачи русские. Да, ну, опять нельзя сидеть. Я помню, лежать, лежать там на боку, на стене, на мяче сидеть, на стульчике с дырочкой сидеть, на унитазе сидеть. Вот. А я сидела внутри, я сама нормально летела. Ну, ты полулежа, да? Не, я что, сидя. И оно ж не мягкое, немножко мягкое, обычное кресло вообще. Придыхиваем с халаточки. Интересно, что у меня там раскрылось еще на сантиметр. Может быть. А тебе не говорили, когда будут проверять? Да. Но уже час дня. Уже час дня. А мы с дому вышли почти в десять. Мы с дому вышли пять с десяти десять. А начались у тебя в первой схватке в два часа утра. В два часа утра, да. Короче, прикол. Мы тут, конечно, приглушили свет. Ну, нам говорят, приглушите, если хотите. Я решила спросить, могу ли я сидеть на этом кресле. Потому что я как бы читала, я слышала, что сидеть на кресле нельзя. На стуле там. А типа, что нужно только лежать. На твердом. Но он говорит, да ты можешь делать все, что хочешь. Хоть сиди. Нравится тебе кресло? Сиди в кресле. Угу. Угу. Я пока так. Качаюсь. Я собралась идти в душ. Мне замотали руку. Потому что здесь стоит такой катетер. В общем, чтобы вода не допала. Помните, я вам говорила в видео, сумка в роддом, брать ли полотенце? В общем, я в итоге их взяла. И мне моя матрона говорит, да не, не свои, не использую. Ведь я тебе сейчас все дам. Здесь у меня в шкафчике лежало полотенце. И одноразовые трусики, и прокладки. Все мне дали. То есть, и уже до этого давали тоже. Так что, мне свое не надо. Она говорит, у нас тут для тебя все подготовлено. Радует меня. Такие ребята. Ребята, уже почти 3 часа. Что означает, что я уже в родовой деятельности. 12 часов. Чуть больше. Покупалась в этом чудо души. Это просто что-то нереальное, я серьезно. Там так хорошо. Я там села на тот стульчик. И просто вдавала там в топ. Это дождь. Но больше всего мне понравился напор в спину. То есть, она горячей водой. И таким не сильным напором. Просто подавалась вода. Очень классно. И так расслаблялась. Сколько там было? Ну, 40 наверное. Да. Не больше. Я реально там так расслабилась. Так прогрелась. А сейчас вот села. И схватки такие сильные, конечно. Частые. Сережа перекусил. Купил себе вот этот род. Мне тоже предлагали покушать. Приходили, ну, мамара или кто-то. Спрашивали у моей Матроны, можно ли мне кушать. Ну, она сказала, типа, если хочешь, можно. Там что-то легенькое. Но до этого говорила нежелательно, чтобы потом я была сложнее. Чтобы роды не было. Поэтому, хорошо, что я вчера плотно брошена. Ох, я уже на кровати. Меня проверили. У меня уже открытие на 9 сантиметров. И мне принесли оксид азота. Это, ну, оксидонитроз в испанском названии. Говорят, что помогает от схваток, от боли. Я только начала пробовать, в принципе, еще не поняла, как оно действует. Ну, немножко так закружилась голова. Говорят, что ты, когда надышишься одним, потом во время отдыха отдыхаешь спокойно. Ревлоксируешь. Ну, сейчас были схватки, я попробую. Снимешь? Да? Сколько времени уже? 3.20 где-то. А мы приехали сюда где-то? Без 10-10. Получается, я открылась где-то на 1 или 2 сантиметра. Ну, было 7. Было 7-8. Ну, 7-8, сейчас 9. Ну, где-то на 2 сантиметра, да. За 5 часов. Я еще не определилась, хочу ли я обидуранку или нет. В принципе, врачи говорят, что да, давай, давай, типа. Там, ну, больше настаивают, чем отговаривают. Ну, как, помогает? Не особо может. Сейчас я подышу этим кислородом. Да, кстати, Сережа хотел подышать этим, они даже сказали, что может. Сейчас я подышу. Ну, я вот чувствую, что у меня чуть-чуть так пересохло во рту. Как они сказали, что будет пересохло во рту. Потом немножко так запрошилась голова, но... Ну, схватки такие же. Схватки, схватки. То ли она была очень сильной, но такие же. То есть, когда я дышу просто вот так вдыхая носом и выдыхая ртом, мне кажется, эффект еще лучше, чем это. Не знаю. Да. Может, это я такая. Может, еще решусь наобидеть. Сейчас ты под этим кислородом на все решишься. Да, это точно. Привет. Мы это сделали. Сколько времени? Время 21.41. Мы уже отдыхаем. В 20.42. Наша дочь, Диана, родилась в 20.42. Наконец-то сколько мучений. Да. Ну, мы это не сделали. Это ты сделала. Я-то по большому счету. Молодец. Как это все происходило? Ты скажи, что ты... Главное скажи. Как ты родила? Без эпидуралки. Без эпидуралки. Без эпидуралки. И Настя взяла газ, да? Газ подышать. И он ей вообще толком не помогал. И... Ну, потом чуть-чуть дышала, но не сильно. Ну, ладно, потом расскажешь. Я все расскажу, но мы уже с нашей дочкой. Да, доча уже сисю кушает. Да, она сразу начала кушать. И она очень красивая. Очень красивая. Очень красивая. Сразу заплакала. Сразу кушать старая. Умничка наша. Такая умничка. Да. А вот и наша красавица. Да. Сосет ручку свою. Да, свой пальчик сосет. А сисю уже она сосала. Я думаю, да ну нафиг сисю. Пальцы свои буду сосать. Сейчас 22-24 по Испании. А она родилась в 20-42. Красивая. Ты какая она красивая. Да, она очень красивая. Очень-очень красивая. Такая милашечка. Милашечка. Я даже не снимали у меня с груди. Как родилась, так положили, так и лежит. Да, класс. Никто не взвешивал ничего. Вон какие глазки. Полицейские. Там уже виднеются папины реснички. У меня? У меня реснички есть. Ну, глазки пока непонятные цветом. Не знаю, когда оно будет видно какие у него глаза. Какая она кулачок бросила. Да, кулачок вкусный. Ой, какой вкусный кулачок. Ты такая красивая и интересная. Вот. Дианочка, в будущем посмотришь это видео. Какая ты маленькая, была красивая. Ой, чихнула. Будь дурок, моя хорошая. Она уже чихала и икала. Ну, тут один ик был. Вот это первый ик был. Смотри, какая она. Она, кажется, уже такой большой. Да. Такой взрослый. Такой взрослый. Как будто все понимает. Мамочка ее откормила, да? Делаем ставки, сколько она весит. Ой, три двести. Три с половиной, я думаю, не меньше. Ну, вот. Ставки записаны на видео. Хе-хе-хе-хе-хе. А, кстати, когда это все скажут? Ой-ой-ой, еще раз будь тарук, мое китя. Мое китя. Че ты тихаясь? Ой-ой-ой-ой-ой. Видать, на этой стороне ей хорошо лежать. Ты уже отлежала. Да, ты спокойная. Да, то там уже время. Зевает, зевает. Зая, ты рукой закрывай. Я зев. Первый зев. Первый зев. Войди такая. Ой, еще раз зевает. И лицо она делает. Глянь, смотрит прям в камеру. Будущая блогерша. Хе-хе-хе-хе-хе. Засыпает, да? Потихонечку, да. Такое охваливается ее. Ой, ты видел, какие у нее ямочки на щечках? Вон, смотри, какие ямочки. А у нее там ручка под низом удобно лежит? Что в ручках? Ага. 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 Она уже хочет в свободное плавание, смотри. Она уже хочет по коврику лазить, походу. Такое чувство. Ой, какая хорошая. Генгу. Сюда сделай. Ой, я щечку на твою. У меня. Уж падки хочет. Уж падки хочет. Уж падки. 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 Она улыбается, мне кажется. Да. Она улыбалась. И когда только тебе ее дали, она улыбалась. Да. Да. В первый момент она улыбнулась. Засыпай. Уж падки. Уж падки. Уж падки. Уж падки. Уж падки. Спустя часа три с половиной, да, нас перевели в пострадовую палату, где мы уже надыхаем. Здесь отдельная палата. Как бы она предназначена для двоих. Она здесь сам. И Сережа будет спать там в соседней кровати. Ну вот так же тут есть и стулья. Да. Есть кресло для отцов. Есть кресло. Кресло для отцов, для ребенка. Столи. Где там душ, что ли? Вот. Душ тут не с гидромассажем. Да. Да. Кстати, Насте досталась новейшая кровать. Сказали, на ней еще никто не лежал. Она первая. Вот получается, вот эта кровать новая выглядит так. А вот это старого образца. Ну они тоже все функциональны. Поднимаются, опускаются там в разных позах. Вот пульты тут все. Как тебе кровать новая? Ну я вообще плевать, как она выглядит. Ну удобно? Все удобно. Давай тебя кушать. Доброе утро, ребята. Музея красная у нас. Нам принесли завтрак. Нас уже взвесили. Дотя у нас 3650 сантиметров 5 миллиметров. Я такая голодная. Кстати, ночью мне приносили покушать. Сначала говорили, ой, лучше просто сок, лучше просто сок. Приносили сок, потому что чтобы сахар начали поддаться. А потом все-таки принесли мне еду среди ночи. Потому что я столько раз сказала, что есть хочу. Приносили крем-суп из картошки и кабачка. Я не снимаю ничего. Дотя первый раз лежит в своей кроватке. Потому что я захотела сама покушать. Не хочу, чтобы меня Сережа опять с ложечки кормил. Вот мой обед. Здесь у меня крем-супчик. Ням-ням. Я такое люблю. А здесь макарончики с помидорками черри. С какой-то зеленью. Аппетитно все выглядит. Еще у меня здесь ананас, булочка. Стаканчик пустой. Для чего, не знаю. Надо еще разобраться. А этот ангелотик так сладко спит. То есть, господи, не спит, а лежит. Такая принцесса. Супчик, кстати, с брокколи и картошечкой, наверное. Такой вкусненький. Я, кстати, сказала, что я не ем мясо. Поэтому у меня вегетарианское имя. Потому что я, насколько я знаю, спортсмены, веганые, вегетарианцы, они восстанавливаются лучше на таком питании, нежели те, которые едят мясо. Поэтому я буду как спортсменка. Приятного аппетита. Спасибо. Так что я возвращаю свои привычные питания. Всем привет еще раз. Наконец-то я уже могу сама взять камеру в руки. Я чуть-чуть отхожу, уже могу на ногах стоять. У нас уже середина дня, был полудник. Мне приносили чаек с печеньками. Ну, я сама выбрала. Получается мятный чаек просто на травках. Но можно было выбирать. Я уже перекусила. Давайте я лежу в своей кроватке. Вон там. Я могу немного отдохнуть, потому что я с ней пробыла на руках. Ну, то есть она у меня пробыла на руках практически уже, не знаю, весь день. То есть как родилась, так и на руках. У меня уже время ужина. Сейчас вам покажу, что мне принесли. Я еще сама не видела. На первой у меня вот такой крем-суп из морковки. Супчик скушала. Теперь второе. Картошка с брокколи. Еще у меня тут флан. Это такой типичный десерт. Испанские персики, булочка. Смотрите, кто пришел. Вика пришла. С гриппом, поэтому она в маске. А там вот Даня пришел. Папочка у нас пришел. Шарики принесли. Всем привет. Сегодня уже второй день после родов. Я уже немного лучше, нежели вчера. Уже хожу спокойно, более-менее. Доча спит. Сережа заполняет документы, которые нужно сделать. Все по оформлению ребенка и тому подобное. А завтра утром нас уже выпишут. Сегодня уже позавтракали. Не снимала ничего. Давали там одну молочку. В общем, сыр, масло, булка, кофе. Ну, в общем, такое все. Моя девочка на второй день. Ой-ой-ой. Она так пугается, когда ей что-то снится, не знаю. Ой, какая принцессочка. Ой-ой-ой. 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 Моя красавица. Дианочка. Крошка такая. Первый раз мы надели... Будь здоровы! Первый раз мы надели одежду. Да? Надели водичек. Человечек. А то у нас холодно. Как-то прохладненько. Какие мы тут красивые. Мясутки. Мясутки. Кстати, наш корпус находится прямо возле старого Успиталь де Сан-Пау. То есть, возле музея. Видите? Помните, мы там как-то снимали? Красота. Угу. Угу. А я, короче, усну. Осторожная кровать. Потому что она моей спит в Дотсе. И сейчас мне принесли обед. Ура! Есть хочу. Итак, здесь у нас горошек. С грибочками, что ли? С какой-то зажарочкой. Сейчас посмотрим. Да, с грибочками. Здесь пишут меню. А здесь овощи на гриле. Неплохо. Вкусно. Арбузик. И йогурт. А йогурт я не емся, Сережа отдаю. Забыла показать, что больнице дарит вот такой небольшой подарочек. Но я уже сюда все выложила. Здесь были разные буклеты, рекламки. И еще там была вот такая мылка. То есть гельчик для ребенка от марки Мустелла. И еще такой лосьон там был. Я сейчас все вещи Сережу отправила домой. Он чемодан отвез. Чтобы завтра на выпуске чемодан здесь не был лишним. Также в этой коробочке была моя любимая вода Бесоя. Вот, кстати, моя вода. Тому доказательство, что я другую не пью. Также здесь были влажные салфетки. Подгузник Додот. Тот, которым мы пользуемся. Ну, в общем, той же марки. И не помню. Вроде все. Если что, уже дома покажу вам все остальное. Кстати, вот это спасение. Крем для груди. Хорошо, что я его взяла в роддом. Помните, я вам показывала, когда показывала видео, что я беру в роддом? Вообще, спасение. Ребята, ко мне только Костя пришли. Еще одна роженица. Даже подружка с Украины родила ровно месяц назад, да? Да. Но только в другой больнице. Да, в другой больнице. Пришла нас навестить со своей малышкой. Да. А наша датя спит на кровати до сих пор. В который раз. Да. Короче, мне тут подарки принесли. Вот. Цветочки, подарочки. Шарик. Сейчас будем смотреть. Уляна уже ушла, мне осталось куда-то поставить цветы. Здесь никакой вазы нет. И мне уже принесли ужин. Что у нас здесь? Крем-суп со спаржей. И на второе. Картошечка с омлетом. Булочка, игрушка. До новых встреч. Украины. Субтитры подогнал «Симон»